Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про стрессы и спазмы. Стресс убивает и вызывает болезни. Гормон кортизол. Как все нормализовать? Что делать? Как убрать стресс? Все знают, что при стрессах ухудшается самочувствие. Это, мягко говоря, у кого-то схватывает сердце, возникают панические атаки, иногда случаются инсульты и инфаркты. Почему? Дело в том, что на любой стресс идут спазмы мышц окружающих артерий. Эта природа предусмотрела для сокращения возможных кровопотерь при стрессах, ранах, а при ранах как раз идут стрессы. Но вот когда эти стрессы чисты, когда постоянно поднимается адреналин и повышается давление, такие тренировки точно не пойдут на пользу. А вот при хронических стрессах возникают хронические заболевания, включая артериальную гипертензию, то есть повышенное артериальное давление, которое никогда не вылечить гипотензивными препаратами, которые прописывают врачи в наше время. По крайней мере, пока вы не измените питание и образ жизни. Про дыхательные упражнения, приводящие к расширению сосудов, я сегодня тоже расскажу, но в самом конце этого видео. А пока поясню вам суть стресса и к чему они приводят то, о чем вы точно не знали. А знать это необходимо. Итак, надпочечниками нашими производится гормон адреналин и нейромедиатор кортизол. Они адаптируют организм к состоянию стресса, но они не могут долго действовать. А надпочечники не имеют выключателя, а только включатель, образно говоря. Потому если люди находятся в стрессе долго, в тревоге, беспокойстве, эти состояния постоянно разрушают, убивают человека. Вообще стрессы, конечно, естественны. Их не может не быть. Но вот хронический, постоянный, долгий стресс истощает организм. При длительном стрессе заклинивает симпатическую нервную систему и активизируется кортизол. Происходит нарушение сна. Вы тогда можете проснуться и в 2 и в 3 ночи. Нарушаются ритмы дня и ночи, бодрствования и отдыха. Высокий кортизол негативно влияет на сердце и на всю сердечно-сосудистую систему от воспаления в сосудах, подъема давления, увеличения частоты пульса до сердечных заболеваний. Вообще кортизол имеет противовоспалительное действие. И это хорошо. Но при хроническом, высоком кортизоле возникает резистентность к нему. Ну, по аналогии, как с гормоном инсулином. Помните мое видео про инсулино-резистентность? Кто не видел, посмотрите. Так вот, тогда возникают и усиливаются воспаления. Эти воспаления становятся хроническими. И люди начинают принимать по назначению врачей преднизолон. То есть синтетический кортизол. Чтобы расслабить симпатическую нервную систему, чтобы как бы убрать вот этот стресс. Высокий кортизол еще и блокируют, отключают Т-клетки-киллеры, которые убивают вирусы, грибки и бактерии и раковые клетки. То есть нашу иммунную систему, по сути, блокирует высокий кортизол. То есть при стрессах от рака и от вирусных грибковых бактериальных инфекций, по сути, нет защиты. Да, очень часто стрессы активируют рак и другие болезни. То есть, конечно, не все болезни от стрессов, как любят говорить обыватели. Но зато стрессы активируют болезни. То есть бьют по слабым местам человека, в первую очередь. Кортизол улучшает кратковременную память, и это хорошо. А вот хронически высокий кортизол, то есть при постоянных стрессах, ухудшает память, концентрацию внимания. Возникает зацикленность на одной-двух проблемах. Человек постоянно об этом думает, себя мучает. Вы, наверное, о подобном слышали или имеете личный опыт. Что еще? Высокий кортизол приводит к потере калия в организме и других минералов. Но калия в первую очередь и в больших количествах. А значит, уже автоматически страдает сердце и повышается пульс только по этой причине. Хотя она не одна, как вы уже поняли. Высокий кортизол, как и сахар, истощает калий. Также истощает запасы витамина В1-тиамина. А это антистрессовый витамин. Принимайте его обязательно, у кого есть стрессы, после стрессов, запивая теплой водой. И стресс быстро будет уходить. Но к этому я советую добавить еще и магний. Ну а если вы ведете в рацион питания много зелени, или, что лучше всего, хлорелу спирулину, для удобства это можно делать в таблетках, запивая просто водой, то тогда стрессы будут уходить, и их негативные последствия нивелироваться. Также недопустим дефицит витамина Д. Он очень важен и при стрессах, а не только для проведения кальция в кость, как многие думают. При стрессах также происходят потери ионов водорода, запомните это. Так вот, пейте главную защиту, водородную воду. То, о чем я много лет уже говорил в разных своих лекциях. Лучший прибор, конечно же, из персональных генераторов водорода и свободных электронов, это вот этот Неопен. Он, во-первых, абсолютно безопасен, вот здесь это самое главное. То есть, чтобы при генерации не выделялись атомы металлов в воду, вот это самое главное. Ну и также у него самая высокая концентрация водорода до 2, реально до 2 грамм на литр воды. Ссылки будут в описании. Далее. Какие последствия от стрессов еще будут и есть? Это нервные спазмы, подергивание мышц, особенно при дефиците магния. Проблема с пищеварением. А в долгосрочной перспективе мышцы начинают терять массу быстрее, чем полагается по возрасту. Это плохо. Еще одна проблема, особенно важна она для женщин. При стрессах распадается коллаген и эластин, поэтому вы начинаете активнее стареть, возникают ранние морщины. Более того, разрушаются кости, особенно опасны стрессы женщинам после менопаузы. Вот почему важно или есть пищу, в которой много витамина D3 и витамина К2, или дополнительно их применять. Еще одна проблема. При стрессах начинают хуже работать почки. Увеличивается потеря калия и магния. Возникает задержка жидкости в организме из-за задержки натрия. Он как раз не уходит, а вымывается калий и магний. И вот этот калий и магний натриевый насос начинает работать хуже оттуда отеки. Ну, если, конечно, нет других проблем с почками. Высокий кортизол также может активировать гормон инсулин и откладывать любые, по сути, продукты, съеденные вами в жир. При высоком кортизоле почти всегда есть проблемы с пищеварением, вздутие, несварение, газы. Слышали, как люди говорят, что, ну, грубо извинить, обделался от страха или сразу захотел в туалет, более мягко. И это верно. Вот причина, почему так бывает. Но запомните очень важную вещь, еще раз акцентирую. Кортизол буквально все перерабатывает в сахар, даже белки. Оттуда даже тот, кто вроде как, говорит, ничего не ест, все равно может толстеть. Ну что ж, теперь самое главное, как все нормализовать, что делать, как убрать стресс, как нивелировать его последствия. Отчасти вы уже получили тем, что необходимо, ну, ответ на вопрос. Но теперь давайте главное по порядку и подведем итог. Сбалансировать, нивелировать стресс можно и нужно физической работой. Особенно на природе, на земле, это идеальный вариант. Если есть стресс, сразу идите выполнять какую-то полезную физическую работу, ну, хотя бы любую. Хоть на беговой дорожке в доме, если есть у вас какой-нибудь тренажер. Или отжиматься от пола. Или любую другую посильную физическую активную работу. Это убирает и психологический фактор стресса, и ликвидирует гормональную проблему в том числе. Да, стресс ликвидируется активной физической работой, запомните это. Обязательно надо двигаться. Нельзя допускать дефицита витамина В1, тиамина. Витамина Д3, его надо принимать вообще 10 тысяч МЕ, то есть международных единиц в сутки. Да, витамин Д3 снимает депрессию. Он избавляет от воспалений, помните об этом, в том числе воспалений сосудов. Принимать магний и калий, это можно проще сделать. Просто надо есть больше зелени и овощей. Семейство крестоцветное, это ваша тема, то есть разные виды капусты, в том числе и квашеную капусту. Ну и конечно же брокколи, пекинскую, пожалуйста. Принимайте пищевые дезактивированные дрожжи, но только не дай бог не пойми, откуда взятые и выращенные неизвестно на чем. Я дам ссылку вам на пищевые дрожжи, которые выращены на тростнике. Они абсолютно экологичны. И разумеется, содержат много и витамина В1 и В12, который также жизненно важен для нервной системы и кровеносной. Он восстанавливает милиновые оболочки нервных волокон, например. Вот имейте это в виду. Обязательно принимайте спирулину и хлореллу. Ну таблеток по 10, 2 раза в день, во время еды, в конце трапезы, кинули в рот глоточек воды, доедаете начатое до конца. Можно и по 20. Проблемы здесь не будет. Ну и конечно же это концентрат всего. Начинает белков, включая все незаменимые 8 из 8 аминокислот, до всей практически линейки витаминов группы В, ну и прочих. Ну и конечно, если есть глубина меры понимания, осознание значимости этого вопроса, фукус. Вот посмотрите, вот это хотя бы последнее на тему фукуса, вот это мое видео. Будет также ссылочка дана. Очень важно интервальное голодание или по-другому интервальное питание. Конечно, надо убрать сахар, все сладкое из еды. Посмотрите мое видео, что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней. Я очень рекомендую принимать антиоксиданты, такие как дегидрокварцетин, обязательно. Т8-экстра, это киполепринолы из пихтовой хвои, тоже сильные антиоксиданты. Они по-разному работают, желательно в течение дня. Ну, раздельно друг от друга, конечно, принимать и то, и другое. И очень рекомендую куркуму с черным перцем. Посмотрите мое видео про куркуму, и вы поймете, в чем суть. Ну, не любую куркуму. Название еще не все, поверьте. В самой лучшей индийской куркуме 1,5% содержания действующего пигмента куркумина. А вот в этой, камбоджийской из одной провинции, это просто чудо, но это факт. По всем документам, вероятно, комплекс агроклиматических условий, особенности почвы, вот сделало такое чудо, что 10,5% содержания куркумина. Это, конечно, чудо. Но, если добавить черный перец, то, конечно, эффективность действия куркумина усиливается. Как все, я подробно рассказывал в лекции куркума. Посмотрите, а ссылки на конкретно эту куркуму и этот черный перец из вот этой провинции 1, Камбоджи, я дам тоже под видео под этим. Ну, а теперь про то упражнение, о котором я говорил в самом начале видео, чтобы сразу убрать и стресс, и последствия для сосудов, сердца, мозга, и снизить повышенное артериальное давление, у кого оно повышено. Итак, правильное дыхание. Надо сесть на диван, на стул, неважно, замедлить дыхание, дышать так, чтобы выдыхать дольше по времени, чем вдыхать. Надо сосредоточиться на своем дыхании, тем самым вы успокоитесь постепенно, и нужно стремиться к тому, чтобы задерживать дыхание как можно надольше, но без больших усилий для себя. Напоминаю, что при стрессе возникают спазмы сосудов, кровоток замедляется, так как сосуды имеют уже меньший просвет. Сердце вынуждено качать кровь с большим усилием, чтобы за единицу времени тот же объем крови постараться, который положено, протолкнуть через спазмированные сосуды. Постепенно и вначале возникает дефицит кислорода и в головном мозге, в сердце, а это может привести и приводит к инсультам и инфарктам, к ишемическому типу. А как расширить сосуды в том числе? Как убрать эти стрессы? Как сжатые спазмированные мышцы деспазмировать? Очень просто. Вот как раз замедлением дыхания, задержкой дыхания, вы постепенно увеличите содержание в крови углекислого газа до 6-6,5%. И вот когда этот пик достигнут, тогда происходит расслабление гладкой мускулатуры артерии, спазмы уходят, соответственно автоматические стрессы уходят само собой еще раньше, сосуды расширяются и увеличивается проток крови к тканям. А с ней кислорода, тем более сам кислород, и это внимание, очень важный аспект, сам кислород, его любое количество в крови, в тканях, начинает лучше усваиваться даже при меньшей его концентрации в крови, то есть кислорода, при вот этом содержании углекислого газа 6-6,5%, чем при более низком содержании углекислого газа в крови, то есть ниже 6% от общего содержания в крови всех газов. Переключитесь на свое дыхание, уберите психологическую установку на проблему. Это ведь все очень серьезно. И это очень хорошая профилактика инсультов и инфарктов, а отчасти и рака. Я очень часто наблюдал истории людей, когда именно рак обнаруживали после сильных и долгих стрессов. Что ж, теперь вы знаете и комплекс упражнений, и иных очень важных мер, и я надеюсь, что вы их будете применять в комплексе, потому что комплексный, системный подход, это во много раз сильнее, чем отдельно взятое что-то. Также обязательно наладьте себе сон. Ну а стрессы кому-то убирают и, например, те же четки перебирать четки. Какое-то механическое одинаковое действие рукой. Не скажу секрет, что стресс убирают котики. Да-да, те самые пушистые кошки и коты, которых вы, например, любите и гладите. Это, конечно, факт. Ну и в заключении скажу, что посмотрите обязательно те мои видео, о которых я уже сегодня упоминал. И про инфаркты, инсульты, и про гипертонию, про качественный сон. Ну а также я дам те ссылки на те препараты, концентраты, нужные вещества, о которых я также сегодня вам говорил. Ну а на этом, пожалуй, все. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео. Ссылочку перекидывайте. С рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео. И тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами в глобальном плане, в плане оздоровления населения. И чтобы у наших детей и внуков было будущее. Имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok